...услугу, кто утверждает? Федерация. Правда? Ага, вот правительство Российской Федерации, так что не надо. А вот норматив... А да нет, вы мне не про это сказали. Устанавливают местные власти. Так вот, между прочим, заседание Ресурсной Комиссии является открытым. Любой может прийти. Они должны не информировать нас. А вас надо информировать? Как вам защищать свой карман? Там не сидеть, не знать, когда... Так напишите письмо, и вам ответят, сколько заседаний в месяц, по каким вопросам, потому что это утверждается, будет проводиться. Действуйте. Видите, вы сидите и ждете, когда вам придется... Так, оборовость будут, ночь с 12 на 13 июля. Как это это самое? У вас дома не было. Подойдет, принесет батон взрывчаткой, да, отдадите мне батон. Помните эту самую песню Высоцкого там? Вот нет такого. Но РЭКи... А потом. Это опять вопрос о том, что у вас порталы безмолвные. Вернитесь к этим 50 миллионам, что были потрачены. Заседания РЭКов должны быть вывешены. На это есть постановление, вот оно, 416, я уж не помню какое. Должны быть вывешены на портале власти. И вот вы приходите туда хором, типа послушать. И давите на них коллективно. А вы как хотите. Вы пишите им запросы. А то у нас федеральная служба по тарифам почти не получает. Запросы граждан не интересуют, какие тарифы и на каком основании им вешают. Они пишут, сколько посещений на сайтах, то есть где раскрыта эта информация. И сколько запросов они получили. В 10 раз уменьшилось, да? Да, и сказали, что проблем нет. Теперь нет проблем, они написали. В 10 раз за 3 года уменьшилось количество запросов. Они написали на отчете. В отчете мы вам можем показать, что просто проблем нет тарифов. Граждане... Как нету? Мы пишем немного, даже через депутатов уже запросы делали. Они не отвечают. Обратитесь в Генеральную прокуратуру, потребуется принятие правоохранительских мер воздействия. Это их уровень. Потому что мы просим раскрыть информацию по... Вы в ФСК пишете? Федеральную службу по тарифам? Ну да, Департамент Архангельской области по тарифам. В Федеральную службу по тарифам? А, в Москву не писали. О-о. И параллельно напишите прокурору. Это прокурор в области его епархии. Это его уровень. Напишите. Подайте в суд на действие и бездействие органа государственной власти. Во-первых, не имеет срока? Никакого. Хоть через 10 лет. Потому что напишем, что это на нарушение права. Заявления о нарушении права не имеют исковой давности. Вот вчера проснулся, обнаружил, что 13 лет назад меня лишили права. И подаю. И они медным тазом накрываются процессизуально, потому что сами законы не знают. Итак, что у нас тут дальше? Водоотведение. Ну, аналогичность. Кстати, водоотведение сейчас сняли. Оказывается. Вот свежие, первые или нет. Ну, вообще домовые, да. Замечательно. Значит, воду расходуем. Ну, я вам скажу, в этом есть суровая правда. Сирмяжная. Значит, у кого есть, такие тоже есть ненормальные, вот, значит, у меня, например, рядом, тетка, замечательный дом, вокруг дома бешеный цветник, значит, великолепный совершенно. Ну, и у нас есть выгоды в домах, и там, значит, мы рявкнули, на них поставили счетчики. Ну, конечно, холодная вода. А, и все еще, значит, она лично платила, хотя я считаю, это неправильно, ну, ладно. В ней прекрасный день, я ей прислал право, что теперь она должна платить за водоотведение. Она же цветы поливает. А мы тут боролись за сквер. Значит, нам там собрались кабак в сквере поставить, вот Марина Петровна принимала. Ну, народ пришел. И она, естественно. И заодно она мне говорит, да тянусь, ну, вот, я, у которой самой полисадник, ну, у меня до нее, как отсюда, до Рождества, значит, у меня страдают три ириса, по-моему, и все. И я говорю, как это? Я же, говорю, в землю. Да. Я говорю, ну, напишите ему, что это глупости, это... Она ему написала. Он опять. Это вот у нас пришел, значит, товарищ из соседнего района, он там служил. Да, как раз вот в дирекции, в ДЭЗе, единого заказчика. То есть вот это то, что у вас это самое. Она уж как понимает, понятно, да? Ну, вот пришлось, значит, прийти к нему на прием, вот, и сказать ему, дружок, ты уже в ином статусе, знаешь, вот это вот, вот. По этому поводу, значит, он меня не понял. Я ему рассказала западноукраинский анекдот. Могу вам рассказать, значит. Значит, женится Гуцу. Ну, день свадьбы. Значит, жених уезжает за невестой, дружки, по горам, врага, плотогоны. Ну, шумно, все Карпаты. И того мы ждут. Наконец, невесту везут. Жених входит. Хата подметена, вывелена, выкрашена, все вывешено. Все одеты. Из Канады и от родни все пришло. И мама его сидит вот так. И юбка какая-то, и как-то вот нечистая, и так шевелится. Он ей говорит, маму, то встаньте, то невесту привезли. А она говорит, маму, я прошу вас, невесту привезли. Да пусть ходит. Входит невеста, значит, ну, опять дружки, служба, громадная хата. А она, значит, сидит, а положено вставать. Икону взять, значит. Ей икону, она ее почти роняет. Она ей говорит, мама, шо с вами? Она говорит, так в очки. Она говорит, как я к в очке? Так в очке-то должна быть при мене. Так вы же сына жените. Шо сына? Квочки должны быть при мене. То есть курицы должны, под нею, под юбкой ее кури. Чтоб не сперли гости. Поэтому женит она сына, не женит она сына, не имеет. Вот это вопрос о статусе, понимаете? Статус убежал. А она не заметила. Вот это так наши печатники. То есть вот эта канализация, которая, ну, водоотведение, значит, это бред. Вот его отменили. И отопление. Вот этого я не понимаю. Вообще-то мы отопление всегда считали в содержании. А как же? Ну, там, где отапливаются подъезды, потому что у нас есть сумасшедшие проекты. Подмосковье, где не отапливались проекты по проекту. Да, ничего. Чешские. И рамы были не двойные, это в Подмосковье, а одинарные. Это было классно. Замечательно. Да. У меня не из-за него были впечатления. Я в самые морозы-то. И ездила за их, и потрясла. Вот это хорошо. Так у вас, говорят, одни березы за окном там. Не то, что катальпы у нас южноафриканские растут. Не дотянули вы? Итак, всего за электроэнергию. Слушайте, ну и дальше я это обсуждать не могу. Это ужас. Теперь перейдем к последней. Вот это. Ничего, повторяю. Есть извещение и квитанции. Вот единственная доступная официальная форма, значит, подачи платежа. Это верх, это извещение, у вас часто это есть, хотя бы в этой части, видите, вот. А низ, это квитанция, остальное все неправильно. Но это другое. Почему? Извещение дает вам общее представление о том, что вы должны получать. Никаких вот этих вот. Что там написано? Там написаны загадочные вещи. Муниципальное учреждение, муниципальное... Боже, как длинно. Информационно-расчетный сервис, его еще так-то-так. Он кто? У вас здесь написано. Управляющая компания. А этот кто? Кто в этом платеже? А это просто мэрия создала... Я не знаю, что создала мэрия у себя в огороде. Правильно, она и захватила... Значит, не знаю ничего. Так, вот. Это управляющая организация. Кто исполнитель услуги? И исполнитель услуги имеет право на получение платежа. Больше никто не имеет права. Вот это я вчера раскопала. Что мэрия все, видать, и все в кулаке и держит. А вы до этого не получали этих платежек? А на почте оно не отражается. Это нету. Это как его расчетно... Я в Сбербанке в последний раз заплатила, там все... Вы получали вот в такой форме платежки? Это недавно с этого... Не важно. Вы получали? Вы читать умеете? Суд... Рассказываю вам. Вы приходите в суд. С вас требуют. Вы якобы должны или не якобы. Вы, говорит, ничего подобного. Я оплачивал этой управляющей организации деньги. Суд говорит. Это казательство. И вы приносите ему муниципальное учреждение. Он говорит, подождите. А кто у вас исполнитель платежа? Управляющая компания такая-то. Так. Оплатили вы информационно-расчетный центр. Значит, вы ничего не заплатили управляющей компании. Вы должны все уиск удовлетворить. Вы, ребята, чувствуете... Ой. Это не Москва вот показать. Вот московская платежка. Ничего я вот так сказать. У меня есть свои крупные недостатки. Но одно я вам могу сказать. Что здесь платят получателю платежа. Вот. Это счет. Вот он повторяется. И там, и там. Это извещение. И обратите внимание. Тут. Здесь не видно. Пустографка. То есть тут никакой суммы. Типа 2678 рублей. Не написано. Вы знаете почему? Потому что это запрещено законом. Дорогие друзья. Что это вам тут выставляют? А объясняю почему. Быстро скидываетесь. Покупаете правила предоставления коммунальных услуг. Номер 307. Не мороженое село. 354. Их уже написано. И там черным по белому написано. Плательщик имеет право оплачивать. Предоставленные ему... Значит... За... Выполнены работы услуги. Неоднократное число раз в течение расчетного периода. Перевожу на русский. Значит... Выставленная вам сумма. Вы не обязаны ее сюда вписывать. Вы вписываете столько, сколько вы можете или считаете нужным оплатить. Это вам дает закон права. Почему? Потому что законодатель, он немножко умнее архангельских этих вот ваших товарищей. Он знает, что, во-первых, человек может находиться в споре с тем, кто исполнял услуги. Поэтому он оплачивает, предупредив его там письменно, только частично. Только то, с чем он согласен. Бывает такое? Бывает, что с этим не согласен, а с тем согласен. Ну так что? Ну есть два варианта. Совсем не платить и зарабатывать на своем долге. Ну нашему человеку это недоступно. Желающему расскажу. Вот. А можно платить только то, что считаешь нужным, написать до этого заявление на имя этого главы. А именно. В связи с тем, что я не согласен с тем-то и тем-то, платежи по этому разделу с такого-то числа прекращают. Приостанавливают до разрешения. Не прекращая, приостанавливают. До разрешения спора. И все. Начинаете платить, сколько считаете. Законодатель знает, что это право мы имеем. Поэтому он оставляет пустографку. Дальше. Вариант второй. Он не такой заботливый. Не подумайте. Хотя это чистая правда. И такое основание имеется. Второе основание. Я, конечно, не уверена, но ходят слухи, что среди нашего народа населения есть бюджетники. Да? Или нету бюджетников. Важно, да. Говорят, что они получают аванс и зарплату. Знаете такое, да? Ага. Аванс они получают как? Все знают. С первого по, грубо, пятнадцатое. Ну, допустим, будем считать, что с первого по десятое. Да, просто? А дальше чего они получают через две недели? Зарплату. Сколько аванс представляет по закону? 50% Добрости. Не менее 40. Если иное не предусмотрено договором, забыла вам сказать. Вообще это нарушение трудового кодекса. И что получается? Ты... Так. Не спорить. 10 тысяч. Получаете 10 тысяч? Признавайтесь. 50% зарплаты получается 6 тысяч. Не, это вы много получаете. Итак, пусть он получает 12 тысяч. 50% 6 тысяч, да? А пришло? Сколько? Нет. Пришло за квартиру 4 500. 6 тысяч за год. Ну, ненормально. Так. 4 500 он должен отдать. И жить две недели.